так всем здравствуйте мои дорогие сегодня у нас не классический выпуск мы будем говорить о ней не про духи а я буду отвечать на самые часто задаваемые вопросы в своих личных сообщениях по пятницам особенно и то что я вижу в комментариях прожил профильной консультации текстовой аудио видеоформат пожалуйста обращайтесь метод уже пишут по поводу консультации можете ли попросить личную консультацию про личному бренду поэтому наверное уже буду даже такой скоро включать обучение провожу кто спрашивал до личный формат у меня не дешевый но и не прям капец какой дорогой но не дешевый в принципе подъемная цена я считаю короче ладно собрала самые интересные вопросы из того что вы меня спрашиваете и про личное и про внешние их будет не очень много поэтому сегодня за рубрику вопрос ответ да как у веронички нашей значит чем красишь губы я уже рассказывала что я фанатом карандашей в последнее время я вообще не пользуюсь никакими карандашами я делаю обводку контура губ своим скульптором зина 105 я показывала и просто прозрачным блеском это мой цвет губ вот такой насыщенный нюдовый часто спрашивают неужели это ваш пигмент это вот просто мой пигмент мне очень нравится эффект что делать если парень общается с бывшей и откровенно много рассказываю значит если вас это не устраивает и вы уже об этом говорили ему и он не понимает то есть ты говоришь слушай мне приятно это вот и она тебе пишет мне метр бесит предложите ему такой вариант такой альтернативу слушай милый раз ты общаешься с бывшей а можно я тоже буду общаться с бывшим парнем и вы смотрите что он ответит на это я думаю что любому мужчине будет это неприятно и нормальный мужчина которым не насрать на вас он скажет то слушай ты знаешь я как бы не очень за и скорее всего он с ней перестанет общаться но просто если вы говорите это раз два три четыре предложите на то же самое и делать и начинайте делать то же самое ну то есть ты 55 рассказал человеку и он не понимает что это неприятно по каким причинам то он с ней общается тоже большие вопросы да просто начните общаться тоже с моим бывшим я уверена что у вас есть какой-то бывший парень который очень хочет с вами общаться веришь ли ты в отношения расстояние я не верю в отношения расстояние они постоянно расстояние увидеть там раз два месяца раз три месяца но на мой взгляд это странно кому-то они вообще подходят то есть нужно здесь честно отвечать себе на вопрос подходит ли мне такая такая форма отношений потому что у меня есть друзья у которых брак которые работают разных странах и видятся разном месте их это устраивает он кайфует по жизни она кайфует по жизни и нормально друг без друга это в принципе здоровая позиция но все люди разные то есть кому-то нужно чтобы близкий человек был рядом мне нужно что близкий человек был рядом то есть о котором я чувствовала я так не смогу то есть если это одна ситуация такая вот ну случилось так что вам пришлось разъехаться так каким-то причинам это одно но когда это отношение там годами на расстоянии я такой не верю марка ваших теней марка моих теней том ford опалу жидкие кремовые тени у меня есть опалу есть палетка еще из четырех оттенков тоже от tom ford какой у тебя характер жизни такое ощущение что в жизни ты совершенно другая нежели на экране конечно на экране у меня что-то напускное но опять же я в принципе человек такой очень открытый и на экране я в принципе показываю себя где-то просто я себя сдерживаю в жизни может быть я не так разговариваю но опять же да я стараюсь регулировать контролировать как-то свою речь я очень открытая очень искренне по мне всегда видно что меня что-то парит волнует поэтому не врать там не получается а если хорошо то есть вот так вот не получится то есть если меня что-то волнует это будут считывать люди по мне это всегда понятно я очень открытая где-то закрыто бываю потому что у меня допустим есть такие периоды когда утром встаю меня лучше не трогать также меня лучше не трогать когда я переживаю плачу злюсь то есть вот этот момент я должна пережить сама либо я там подружки пришло вот это все все вываливаю что вот неплохо злюсь потом я успокаиваю со мной можно пообщаться сми начать вот в этот момент трогать тюкать да что ты это я еще больше начинаю заводиться я очень вспыльчивая могу прямо тут в сердцах чего-то наговорить поэтому меня в этот момент лучше оставить в покое я стараюсь всегда быть очень искренне и открыто я очень благодарна человека считаю потому что я всегда готова помочь вообще безвозмездно мне это доставляет принципе удовольствие но я не если я считала какой-то неискренности какое-то желание не использовать это все вот и если я приняла решение допустим не общаться не встречаться разорвать отношения обычно это раз навсегда то есть обычно так происходит там может быть там спишемся когда-то может быть как-то сконнектимся но в общем скорее всего отношения уже не будут на том уровне которые они были то есть дружба уже не будет той дружбы которая была пять лет назад ну то есть да может быть такое что просто вот мы закончили как-то перестали общаться на нет сошло как какой-то момент да то можно еще возобновить какие-то былые отношения если что-то случилось какой-то прецедент который мне показал человека с не очень красивой стороны скорее всего и никогда с ним больше уже общаться на прежнем уровне не буду вот ну вообще как мне обо мне говорят мои близкие люди знакомые что тебя невозможно не любить хоть ты и колючка у меня реально есть такая штука что я как ёжик я могу вот и ну закрыться не давать себя там не обнять не поговорить со мной то есть бывает такое у меня ну в общем у меня очень не открыто доброе сердце я очень эмпатично но у меня есть и недостатки конечно же вот кстати самые отрицательные черта твоего характера сам отрицательные черта характера то что я вспыльчивая я делаю поспешные выводы а еще у меня есть такая штука что я могу очень долго терпеть то есть вот то есть аккуратненько сказать в моменте и потом это все копится и случается апокалипсис вот этот апокалипсис иногда я не умею контролировать но сейчас я уже стала просто отходить сторону то есть если я злая просто ничего лучше не буду отвечать потому что иначе гори сара и гори и хата это про меня потому что я очень если меня разозлить я прям буду бить по самым больным местам прямо вот по самым больным местам и всегда это будет справедливо как правило если мне допустим кто-то кто-то меня обидел я могу отомстить то есть это будет не так что я там кому-то жизнь поломаю но я сделаю так что человек допустим услышав про себя в ролике завуалирована он и очень сильно оскорбится ему и будет очень больно как у меня такое было я упомянула в ролике завуалирована ситуацию которая что случилось в моей жизни, она касалась и меня, поэтому я считаю, что я имела абсолютно право на это, абсолютно. Люди так не считали, потому что я должна была, видимо, это залататься, никогда не выносить никуда, выбелять их, но я не стала это делать, просто забуалированно это сделала. Но опять же, если человек так про себя не думает, он никогда не подумает это на свой счет. То есть на варе и шапка горит. И там был целый скандал, что как это так, вот это была моя месть, потому что я знала, что там для человека очень важно быть таким советым вообще просто перед всеми, даже перед левыми людьми, чтобы никогда, не дай бог, никто про него плохого не подумал. То есть вот меня подсознательно, я знаю, слабое место человека, и я, если что, ударю в него. Но ударю очень-очень тонко, потому что я себя очень долгое время давала в обиду, меня обижали и в школе бывало, и подружки меня предавали, и просто потом меня в один момент надоело, и я приняла в себе эту часть, что я могу очень жестко потом отомстить, прям и прилюдно что-то сделать. Не так, чтобы человек прям очень сильно там уязвился, потому что я все равно, даже если человек меня обидел, у меня есть все равно вот эта человечность, я не могу пойти до конца, я не могу растоптать, то есть вот все равно я вхожу в положение. Но сделать больно я могу, я могу. Вот это, наверное, это отрицательная черта характера, но опять же я ее люблю себе, потому что я считаю, что никто, почему меня кто-то должен обижать, почему я должна себе давать в обиду и молчать на то, что меня обижают. Так, вот такой у меня характер в жизни. А так я очень, самая главная черта во мне, я считаю, это преданность. То есть если я с человеком, я, то есть у меня никогда не будет вот этого камня за спиной, я не смогу, даже если какая-то мелочь случится, я не смогу это не проговорить, потому что мне очень важно, чтобы я доверяла и чтобы мне доверяли. Как делаешь укладки? Значит, у меня было 4 года коры, я, естественно, укладывалась каждый день на брашинг, потом мне надоело, я отращивать волосы начала. Я просто сушусь феном, это брашинг, и на второй день я использую сухой шампунь, кручу волосы, и у меня получаются объемные такие волны. По 2-3 дня я отхожу, потому что, когда отрастают волосы, я просто физически каждый день не хочу мыть голову. Мне иногда просто это отнимает очень много времени, хотя чистая голова для меня это, в принципе, залог хорошего настроения. Но на второй день я обычно кручу волосы, сегодня пойду накручу и сухим шампунем все это подпитываю. Пучок, я всегда это делала, даже не знаю, как объяснить, косички французские, ну что их там плести, не знаю. Как ты питаешься и расскажи о своих тренировках? Значит, питаюсь я утром обычно ем все, что я хочу. Сегодня ела хлеб, масло, авокадо и протеиновый батончик, и потом что? И все. Стараюсь пить кофе без кофеина. Обычно это хлеб, что-то такое, вот прям вредное, не очень хорошее. Вот ощущения, потом я стараюсь как бы аскетично есть, много клетчатки, белок, но в общем, конечно, бывает мне такое, что я и суши могу вечером поесть. Я просто стараюсь тренироваться 2-3 раза в неделю. И 2 раза кроссфит, 1 раз бокс. То есть вот так вот. Что делать, если очень сильно завидует подруга? Я считаю, что если очень сильно завидует подруга, то с такой подругой лучше перестать общаться, потому что зависть это дело такое. У меня у подруги была такая подруга, которая, была такая подруга, которая даже на видео там ее сделала страшной, себя делала самой красивой. То есть у меня вот этот показательный момент, это детский сад, если так задуматься, да? Но вот в этой мелочи кроется же, все же состоит из мелочей. Вот в этой мелочи кроется то, что человек может и в глобальных вещах потом поступить очень некрасиво. То есть вот когда все ржут, Ага, да ладно, это ерунда, это ерунда именно с ракурса того, где это сделано, да, в соцсетях. Но если посмотреть глубже на посыл этого поступка, то здесь на самом деле очень такая чреватая штука. Поэтому я рекомендую, что вот, либо это проговорить, сказать, слушай, ну как мне накаляет уже, что мне так вот завидуешь и какие-то вот гадости говоришь. Ну, у меня после такого обычно я заканчивала общаться. То есть если человек прям при парне вот рассказывал, да, мне подруга сказала, что у тебя жопа там большая такая, хотя до этого полчаса назад сказала, что у тебя классные штаны. После этого я просто перестала общаться, и мы уже никогда больше не дружили, никогда. Что ценишь в людях больше всего? Мне очень понравился этот вопрос, я решила его вынести отдельно. Я ценю в людях очень искренность, очень люблю щедрость, особенно в эмоциях. Люблю доброту и люблю ответственность и желание расти. Но самая главная, самая главная черта это честность, честность и искренность. Потому что когда человек честен, у него слова, поступки, мысли, они идут в одном направлении. А это значит, что это очень надежный человек. С таким человеком можно полететь хоть на Луну. У надежных людей всегда есть деньги. Всегда. То есть люди, у которых не расходятся поступки, слова, действия, это люди, у которых есть деньги, у кого есть статус, у кого есть друзья. То есть с такими людьми невозможно не построить чего-то глобального. у таких людей не может не быть друзей ну не может потому что это основа жизни чем больше у тебя расхождение в этих трех вещах тем хуже твоя жизнь поэтому с таким честным искренним человеком который вот сказал сделал пошел вот с таким хоть на луну поэтому наверное искренность и честность это самая главная черта которая ценю в людях то есть злишься честно говоришь слушает пиздец на тебя злюсь пиздец меня обидела я капец сейчас завидую потому что думаю что я такое говно не смогу это никогда сделать у меня кстати была подружка такая знакомая я и просто честно однажды сказала слушай ты извини конечно но я говорю я не знаю просто правда я напряглась я с тобой ну я с ней дружила мне было важно чем занимается моя подруга то есть я с ним провожу время я не понимаю откуда она берет деньги я потому что она проститутка я и так и сказала знаешь я напряглась что ты занимаешься проституцией дело не мое но просто ты снимаешь такую квартиру не имея заработка и конечно я попала в болевую точку основном перестала общаться но потом снова опять начал общаться решила мне там пожить за мой счет ну короче там целая история была рассказывает и про внутренних шалах да так вопрос о том там про проституток меня спрашивали не осуждаю таких людей они делают что хотят из корнице проститутки но нужно отдавать себе отчет что если вы общаетесь с такими людьми то у них нутро шлюхи и он она никогда не изменится она может перестать заниматься проституцией на шлюха внутри она останется нас продаст с потрохами когда она увидит что-то более выгодное это к сожалению это либо это не лечится считаю потому что это уже врастает вашу личность как такой паразит это ничего не может с этим сделать так если бы был один аромат и на всю жизнь чтобы это было не было бы такого что меня был бы один аромат но если прям выбирать на сегодняшний день то конечно я взяла себе круз круз дельсур номер 2 от ксерджок то что меня прямо от него зависимость я вчера не сладу боже ну как я месяц было без тебя ну как как ну такого нет потому что я говорю каждый день все меняется настроение меняется поэтому очень сложно самый необычный аромат твоей коллекции там аж мифы это кладбищенские хоризонтемы подводное царство рыбного короля и так далее тому подобное . как только не называют это аромат и кладбище и короче все там есть но он очень реально странный но я от него просто прусь то что вот у меня просто лежит надо достать не знаю куда выносить конечно как пережить расставание очень просто на самом деле очень сложный просто одновременно потому что когда ты с кем-то расстаешься особенностью длительное отношение то конечно ты начинаешь становиться самое хорошее ты надеешься что все это вернется во первых не нужно себя отнимать эту надежду что когда-то вы встретите сойдетесь пожалуйста но для начала там нужно удалить все фотографии все переписки как бы это сложно не было это самое сложное вы просто удаляйте это под ноль и уже будет легче заняться собой фитнес-спорт любой новые увлечения новые друзья ходить на свидание как-то себя заставлять просто знакомиться с людьми чтобы вас расширялся кругозор на других людей чтобы понимали что есть другие люди помимо вашего бывшего ваши бывшие что есть не только такие прекрасные принцы как он и она то вначале конечно кажется все уроды все убогие потом думаешь боже да что я с этим дебилом делала ну вот обычно так происходит то что время проходит ты видишь людей лучше чем он думаешь надо был классный но сейчас еще вот но в первую очередь это нужно удалить все вообще под ноль что напоминает начать заниматься своей жизнью вспомнить что вы хотели конечно идти в зал ну и погревать да все время там два дня все лежу как говно плачу жру конфеты и все потом беру за себя вот кого из блогеров смотришь да честно говоря никого марка бартона смотрела иногда то отписалась от него квасина ну квасиху я не смотрю я просто подписан на него телегу если вы про парфюмерных блогеров часто спрашивает мне никто особо не нравится ну талиса горбанзай уже говорил я про него потому что мне нравится ее посыл мне нравится и фамилия опять же ни один обзор и полноценно не смотрел все остальное я смотреть просто не могу как назовешь детей мне очень нравится кстати имя это записала себе что я может скорее всего мальчика назвала бы димьяном а дочку назвала бы беатрис мне очень нравится это имя так и к как я училась школе и вообще как были мои дела да и последний вопрос который так вынесла значит я учил в двух школах первая школа у меня была в королево гимназия там были сложные дела у меня потому что нас был очень маленький класс 18 человек все были типа обеспеченные мы там вот пять человек были такие ну среднечковая зарплата у родителей мы там были можно сказать изгоями такая вот у нас такой класс был то есть мало денег тебе класс уха просто за это ну всем видом показал что говно короче ну говно и тупу и тупая и такой предвзятое короче отношением было вот а потом я перешла в другую школу уже в москве и соответственно тут дела уже пошли лучше по учебе потому что класс был большой 31 человек 29 30 того но меня не любили за то что была выскочка я пришла из маленького класса и у нас там вообще все с места отвечали конечно нету бойкот устраивлен в общем потом я с чего стала старостой или как он там называется не староста ну короче кто журнал будет приносит там главный главный в классе и много друзей меня и со всеми в принципе очень дружилась и понимал что не такой же ей говно очень даже все у нее здорово вот а люди на которых я там смотрелся гимназии думал боже она такая классная сейчас непонятно где кто м а стал кто еще где-то не знаю пиздец помнить вот вначале конечно я училась думаю бля пиздец просто все такие классные я такую ебища вообще просто денег нет у меня в семье и учусь я плохо и за границей не было нигде а потом пришла в другую школу поняла что просто ну блюдский класс был ну просто такой немножко гнильцом пахло но были классные классные дети классные люди но в общем это вот настроение мне кажется создавалась именно классно руководительница что если нет денег то ты какой-то этот отброс общества вот меня она очень конечно не любила я даже не знаю почему ну наверное она видела мне потенциал только так могу объяснить обычно дня все кто недолюбливал видел во мне потенциал вот как будто вот это вот говно меня пытались вот вытащить из этого вот вытащить из какой-то вот лужи но я кстати вот геннадий когда училась мне мама одевала в самый лучший платье но самое было самое красивое на этих праздниках и все думали вы блять вовка пришла в этом платье таком охуенно и все время видео как сам завидовали они даже не разговаривали с она даже колосуха не разговаривал на меня никогда не делала. Даже комплимент, что у меня красивое платье, хотя оно было объективно самое красивое. Мама убирала там с большими цветами какие-то немецкие платья, она где-то их доставала, но чтобы я вот просто на этом празднике, чтобы все одурели. Там реально одуревали все, потому что, ну, типа Вовк, где Вовка, где мы и такая охуенная Вовка пришла на праздник охереть. Вообще там, да, вот это вот мне, кстати, очень нравилось это чувство. Я так расстраивалась. Я говорю, мама, ну почему вот так вот, а почему вот мне никто не сделал комплимент, как-то никто со мной не общался. Я реально сидела там, ну, как-то все там по каким-то кучам своим, а я сидела на этих праздниках одна, потому что, ну, как это. Ну, а еще знаете, за что меня не любили? То, что у меня были самые красивые платья на праздниках, а еще меня брали в главный ролик в спектакле. Всегда. Потому что я умела петь, и я умела танцевать. И мне однажды, помню, когда меня утвердили на эту роль, подошла девочка одна и сказала, я с тобой не буду разговаривать, если ты не откажешься от этой роли, вот так она мне сказала. Настя Конещева ее звали, да, не буду с тобой общаться, если ты не откажешься от этой роли. Думаю, пизда какая вообще деловая. Кстати, интересно смотрят они мои ролики. Ну, да, видите, вот здесь я уже не побоялась сказать им фамилию, ну, реально, представляете. Вот приходит и говорит, слушай, мы с тобой не будем разговаривать, если ты не откажешься от этой роли Алинышки, это была такая мадам. Да, вот такие мне ультиматумы стали. Это, помните, я вам рассказывала, что у меня парень там влюбился, наш первый в классе. Вот эти вот девочки тоже ко мне пошли. Мы с тобой общаться не будем, если ты не скажешь ему, что он тебе не нравится. А я не сказала. Думаю, то пошли вы все нахрен. Вот такой вопрос-ответ. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои гениальные видео. Подписывайтесь на телеграм-канал. Я создала еще один аккаунт, где я занимаюсь продажей парфюмерии, потому что у меня многие не хотят покупать в интернет-магазинах. Ну, прям боятся и прям у них какая-то вот настороженность. Пожалуйста, пишите в личку. Там есть чат отдельно, Повелительница Ароматов. Там в комментариях вы пишите, что вам нужно. Я пишу цену, если вам нужно оформить. Там все написано по инструкции, что вам нужно. Я вам лично доставлю парфюм, который ну точно вас устроит. Просто я продажами уже давно не занималась. Думаю, ну ладно, возобновлю, если люди доберяют. Я просто не хочу этим масштабно заниматься, потому что продажа это все-таки не блок. Ну вот, кто очень хочет, пожалуйста, welcome, подписывайтесь в соцсетях. Ну так, всем пока.